ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Короче говоря, такие ОБТ меня дико честно раздражают И те, кто начинают говорить о том, что да вот, просто вот раньше там броня была ОБТ, а сейчас ее нету и поэтому все плохо Сейчас достаточно брони для того, чтобы выполнять свои функции Как бы вы, что бы вы ни говорили, ОБТ были и есть классом техники, который предназначен для того, чтобы либо делать две вещи Либо защищать какое-то направление, либо его давить Это две функции, которые должны выполнять всегда ОБТ Нету, понимаете, нету в игре другой техники, которая бы давила направление Но не могут не поехать какие-нибудь ЛТшки или ЭТшки вперед продавливать какое-то направление открытое Потому что они просто-напросто будут принимать в себя каждый выстрел, абсолютно каждый выстрел Играя на ОБТ, какое бы это ОБТ ни было, у вас в любом случае больше брони, чем у любого другого картона, согласитесь И соответственно вам обязательно нужно этим пользоваться Вы не можете просто-напросто занимать какие-то позиции, я не знаю, истребителей и танков далеко в кустах И стоять там настреливать Понимаете в чем фишка? Если вы на ОБТ стоите где-то в кустах, там за спинами союзников Это значит, что на каком-то направлении ОБТ этих самых не будет хватать И соответственно, если противников ОБТ там приедет туда больше То ваших ОБТ потом убьют И приедут к вам в кусты И вас тоже убьют, только сначала перемелят вашу всю команду Вы это основная боевая сила вашей команды Вы должны это понимать Если вы поставите, к примеру, там каких-нибудь 2-3, ну 3 предположено Вот 3 каких-нибудь истребителя танков, которые очень крутые по ДПМ Они там прям барабаны у них, они там стреляют каждые 2 секунды Там 9 снарядов в барабане, там все дела То есть не вопрос Такая ИТ-шка, стоя где-то у себя в кустах, издалека Она будет очень жестко разваливать тех же ОБТ Но, если вы против этих 3-х истребителей танков поставите 3 какие-нибудь ОБТ-шки Они просто поедут, вот в наглую Просто на них поедут, на эти ИТ-шки И перемолят их Просто они пережуют и выплюнут их Весь их ДПМ и все остальное будет не играть никакой роли Любой картон, как только вы видите какой-то картон, вы просто едете в наглую на него Давите, тараните и убиваете Все Вот что нужно делать, играя на ОБТ Да, иногда, конечно, ОБТ-шкам тяжко играть без какого-то хорошего засвета То есть есть такие определенные места, где нужно, чтобы просвечивала ББМ-ка Чтобы вы видели, кто в вас стреляет там и так далее Но, по большей части, по большей части Такие направления являются, скорее всего, не ОБТ-шными То есть, если это ОБТ-шное место То, значит, это направление, на котором вас не будут расстреливать со всех сторон То есть, вы будете пользоваться лобовой броней Даже если это длинный какой-то коридор Ну, то есть, вы поняли, да? ОБТ-шные места, а-ля, например, тот же город Почему город ОБТ-шное место? Потому что слева-справа вас расстреливать не будут Только вы будете пользоваться, собственно, тем самым преимуществом вашей лобовой броней Так вот, в таких местах, если вы приезжаете на это место И сделали все правильно, вы выбрали правильно ОБТ-шное направление Вы приезжаете и начинаете перестреливаться Если, например, там нет ОБТ, вы приехали, там нет ОБТ-шек И вдалеке стоят, согласен, бывает, вдалеке стоят где-то даже этого длинного коридора Какие-то ББМ-ки Значит, вы должны быстро сближаться с ними Вы должны максимально быстро под них поджаться Потерпеть, кинуть дымы, проезжая за какими-то укрытиями Но максимально быстро поджиматься Вот пример карты Эль-Ариш Ну, всем, я думаю, вам известный завод Тот самый классическое место для ОБТ Почему оно для ОБТ? Ну, любое место, которое для ОБТ, можно каким образом вычислить Ну, собственно, там, где вас не будут расстреливать со всех сторон А здесь, грубо говоря, у вас как раз одна такая прямая С укрытиями в виде машинок, всяких камешков Так вот, здесь есть какой нюанс С каждой стороны, например, вот есть с этой стороны вот эта горка С которой из-за кустов офигенно простреливается вот эта вот вся площадь И как обычно происходит? Как обычно действуют плохие ОБТ Он отсюда выезжает Естественно, уже вот здесь он светится от ББМки, которая там в кустах стоит И такой сразу О, блин, я освечусь О, я сейчас буду отхватывать Наверное, я постою здесь, дальше не поеду И как бы все В него начинает лететь ПТУРы В принципе, скорее всего, пробивают Он начинает отхватывать и такой Не-не-не-не-не-не-не Вот теперь, вот теперь я точно не поеду Все, там жопа Вот так размышляет и действует обычно классический плохой ОБТ Который считает, что у ОБТ мало брони Там и т.д. и т.п. И вот ББМки все злые ОБТ ни на что не способна Бла-бла-бла Как действуют правильные ОБТ? Вот, например, как играю вот конкретно вот это место Как играю я Я просто всегда Вот здесь, без остановки, начинаю ехать Где-то вот здесь Если я прям рано засвечиваюсь Не вопрос Я где-то вот на этой стадии могу кинуть дымы А потом, вот Как только я проезжаю дымы Я уже вот здесь Упираюсь вот в эту машинку То есть я уже прикрываюсь машинкой Резко сворачиваю вот сюда И потом мне остается сделать вот сюда То есть если здесь, конечно, прям передо мной нету целой тонны там Не знаю, штук 10 ОБТ приехало Ну, такое не бывает обычно Мне достаточно просто доехать вот до вот этого места Понимаете? Вот за этим холмиком стать Чтобы, во-первых, быть в сейве Если вот здесь ОБТ И с ними я могу спокойненько поперестреливаться А во-вторых, что самое главное Почему нужно всегда Вот в таких местах Нужно именно поджиматься Максимально быстро поджиматься Не стоять и насасывать туры издалека А поджиматься Как только я подъезжаю вот сюда Даже ОБТшного обзора Хватает, чтобы высвечивать вот этих типов Которые здесь из-за кустов начинают вас стрелять Они делают один выстрел Пусть даже пробивают вас И все Моментально засвечивают Ну, а, соответственно, у вас там за спинами Куча сцикливых ОБТ Или ИТшек с ББМками Вот на этой полочке противоположной Которые моментально начинают разваливать всех, кто там светится Понимаете, в чем прикол? Для того, чтобы эффективно играть на ОБТ Вам нужно постоянно какие-то такие направления давить Нету противника Нету кучи ОБТ Максимально быстро поджимаемся Дальше всех разваливаем Есть ОБТ, соответственно Ну, или если, естественно, если там, понятное дело К вам едет целая толпа ОБТшек Это уже вопрос другой Тут уже ехать вперед, естественно, не надо Тут нужно их принимать Но, в целом, вот, как бы, такой элементарный пример Того, как правильно нужно действовать Никогда не нужно стоять То есть, естественно, вы, приезжая на ОБТшное направление Вы должны знать, что это ОБТшное направление И вы должны знать, откуда здесь будет опасность Здесь, в данном случае, как я уже сказал Это противоположная полка Чем дальше вы от нее находитесь Тем больше у вас будет проблем от тех, кто там будет стоять То есть, ББМок, ИТшек, ЛТшек Чем ближе вы поджимаетесь, чем быстрее вы это сделаете Пользуясь укрытиями и дымами Тем проще вам будет Само собой, опять же, есть нюансы Естественно, не без них Вы не должны ехать по какому-то, давить какое-то направление в одиночку Естественно Вы должны быть хотя бы там с одним, с двумя, с тремя желательными ОБТшками Потому что вы можете ехать по какому-то направлению Оно вначале окажется пустым А потом сразу, внезапно, там просто от вас вывалится целая куча танков И развалит вас Это тоже нужно понимать Есть такие нюансы Но в целом, вы всегда должны выбирать определенное ОБТшное направление Вы должны ехать по этому направлению Вот пока не встретите сопротивление Встретили какое-то сопротивление Ну, в виде каких-то ОБТ или еще кого-то Перестрелялись, подстрелялись Там убили Ну, желательно, естественно Убили, едете дальше Никогда не стоите Вперед, вперед и еще раз вперед Если приезжаете на направление, на котором вас мало Вы видите, что вас мало туда приехало И оттуда, скорее всего, поедет танков ни один, ни два То, само собой, вы просто не едете вперед Вы занимаете хорошую позицию для того, чтобы принимать Но, опять же, чем дальше вы проедете Тем будет лучше То есть, не то, что принимать Вы, в смысле, там просто на респе стали в кустах и стоите Принимаете Вы все равно должны занять максимально позицию Поближе к врагам Для чего? Для того, чтобы вы, пользуясь своей броней и количеством прочности Максимально могли там сдерживать Танковать, стоять, как-то принимать Врагов А в это время союзники, стоя где-то у вас за спиной Там и Т-шки, например, ЛТ-шки, может даже и ББМ-ки По вашему засвету могли настреливать То есть, вы в таких, например, ситуациях, каких-то на таких, на ОБТ-шных направлениях Именно превращаетесь в такого пассивного, можно сказать, светляка Ну, то есть, это ваша не основная роль Но, как бы, вы светите их Надеюсь, более-менее тему эту раскрыл И стало понятнее тем, кто не понимал, как правильно играть на ОБТ Если остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях Не забываем ставить лайкосы, если видос понравился Подписывайтесь на канал С вами был Чавес Пока Субтитры сделал DimaTorzok